Топ 10 популярных возможностей при работе над презентацией. Использование списков. Для перечисления наиболее важных тезисов отлично подходят маркированные и нумерованные списки, которые выигрышно смотрятся на слайде. Для создания списка необходимо выделить текст, перейти на вкладку «Главное» и здесь у нас есть виды списков. Здесь у нас есть маркированный список, можно выбрать тип маркированного списка. И как видите, текст у нас стал в виде списка. Давайте создадим нумерованный список. Также переходим в вкладку «Главное», но ищем пункт, где уже написано «Нумерованный список». Также можно выбрать один из предложенных вариантов нумерованного списка. Использование изображений. Помимо сухих тезисов для подкрепления своих мыслей, можно использовать изображение. В редакторе R7 вы можете добавлять картинки, хранящиеся в облаке, на компьютере или из интернета. Для того, чтобы добавить изображение, нужно перейти во вкладку «Вставка» и здесь выбрать «Изображение». Далее нужно выбрать один из пунктов. «Из файла», тогда вы выберете изображение со своего компьютера, изображение по ссылке и также изображение из своего хранилища. Давайте я выберу из своего хранилища в R7 Office. Выберу картинку и нажму «Ок». И как видите, у нас добавилось изображение, которое можно уменьшать, перемещать и также поворачивать. Добавление таблиц. Некоторые виды рабочей информации принято представлять в виде таблиц. И редактор презентации изначально поддерживает эту возможность. Для того, чтобы добавить таблицу, нам необходимо перейти во вкладку «Вставка» и здесь выбрать таблицу. Здесь можно также выбрать с помощью макета, какого размера у вас будет таблица. При ее создании с правой стороны у нас откроется меню, где можно будет настроить нашу таблицу. Также есть возможность скопировать данные из редактора таблиц. Использование графиков и диаграмм. Для большей наглядности некоторые таблицы можно дополнить или заменить графиками или диаграммами. Для того, чтобы вставить диаграмму, переходим во вкладку «Вставка». Здесь выбираем «Диаграмма». Дальше необходимо выбрать тип нашей диаграммы. Я выберу гистограмму. Далее откроется редактор диаграммы, где нужно будет ввести свои данные. Нажимаем «Сохранить» и «Выйти». И наша диаграмма добавится. С правой стороны у нас появятся параметры изменения диаграмм. «Вставка уравнений». Для учебных и инженерных задач пригодится опция «Работы с уравнениями». Для того, чтобы добавить уравнения, нам необходимо перейти во вкладку «Вставка». Здесь найти пункт «Уравнения». Нам доступны символы, дроби, индексы, радикалы и другие формулы. Для того, чтобы добавить формулу, нам нужно просто ее выбрать. Далее откроется окно для ее редактирования, где мы можем отредактировать формулу по своему усмотрению. Создание схем в редакторе презентаций. На панели редактора презентации есть отдельный раздел со значками для выстраивания логических схем и другими фигурами. С помощью данных фигур можно строить схемы по своему усмотрению. Анимационные эффекты. К изображениям, графикам и фигурам на слайде слушатели привыкают. Иногда для привлечения внимания или акцента на чем-то можно анимировать отдельные объекты. Для этого предусмотрена отдельная вкладка анимации, на которой доступно несколько десятков эффектов. Для того, чтобы применить анимацию, необходимо выбрать объект. И сразу же в меню анимации будут доступны анимации, которые можно применить данному объекту. Выделяют несколько видов анимации. Зелеными отображаются анимации на вход, то есть как фигура появляется на слайде. Желтыми это эффекты выделения, если уже фигура есть на слайде. И также есть эффекты выхода, это то, как удаляется объект со слайда. При выборе конкретной анимации она сразу же отображается и появится порядковый номер анимации. Переходы между слайдами. Тему анимации логично продолжает возможность разнообразить смену слайдов за счет добавления эффектов на вкладке переходы. На данный момент доступно 8 различных вариантов переходов, которые можно разнообразить за счет настроек. Ну а также можно и применить данный переход ко всем слайдам. Также доступно изменение длительности перехода и есть варианты запускать переход не щелчком, а через какое-то время. Кроме этого в этом же меню мы можем посмотреть, как у нас будет происходить переход между слайдами. Определение цвета при заливке фигуры. Для того, чтобы перейти в меню определения цвета, нам необходимо выбрать наш объект и в правом углу перейти в параметры фигуры. Здесь переходим в заливку и выбираем пользовательский цвет. Как мы видим, нам доступно определение цвета через HEX, то есть одной комбинацией, а не тремя параметрами, как это сделано в системе RGB. Это очень удобно, когда вы делаете заливку фигур понравившимся вам цветом, поскольку многие сайты с палитрами выдают именно HEX коды. Совместная работа. Возможно некоторые пользователи удивятся, но когда-то совместной работы не было. Сотрудники пересылали документы по почте или даже передавали на флешки. Сейчас достаточно зайти во вкладку совместная работа. Далее можно перейти в совместный доступ и добавить пользователей или создать группы пользователей. Также можно настроить режим совместного редактирования. Быстрый, то есть все изменения будут применяться автоматически. Или строгий. Изменения будут применяться только после нажатия на кнопку сохранить. А это были топ 10 популярных возможностей при работе над презентацией.